здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как известно 2024 год который мы так долго ждали вот он наконец наступил это год високосный это год дракона который как мы помним с вами будет отмечаться в феврале но для нашего любилец кого телевидения тоже особый год потому что у нас тоже будут происходить глобальные изменения конечно же лучшую сторону потому что все что мы делаем мы делаем для вас и поэтому сегодня здесь у нас в гостях новый директор любилец кого телевидения виктория лучков здравствуйте виктория натурин здравствуйте ну во-первых со всеми прошедшими праздниками тоже мы все время на работе вот и сейчас наконец можно прям в эфире поздравить друг друга ну и действительно это так что мы начинаем не просто год как обычно у нас много всяких интересных планов я так понимаю что это у вас не первый такой проект и можно считать что это стартап своеобразный новый люберецкий стартап возможно да но начнем с того что дорогие теле наши телезрители у вас тоже со всеми прошедшими праздниками пусть этот год для нас станет чем-то таким приятным неожиданным хочется уже какого-то добра тепла и но во всем смысл да и да и что-то такое самое новое необъятное но то что радует первую очередь у нас самих год наступил принес очень много нововведений как в стране так собственно и в люберсах это и коснулась да и и нас я бы не сказала что это прям стартап потому что телевидение существует уже мне кажется в этом году 18 лет до телевидения именно люби люберецкая но скажем так наверное будут внесены изменения изменения как в части ребрендинга мы обязательно сделаем новую одежку как мы называем новый логотип новые буквы новые цифры да 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 также это будет запуск новых программ новых проектов такая есть цель который мы идем это расширение аудитории и конечно мы хотим омолодить аудиторию привлечь ребят и да и принципе семьи да чтобы это было интересно всем как и социальным группам так и возрастным группа и немножко семейное телевидение для молодежи что-то для среднего возраста что-то для зрелого да конечно поэтому для того чтобы привлечь аудиторию мы должны сделать хороший вкусный продукт чтобы наши зрители в любой момент дня и ночи могли переключить на нас им было это интересно и потом чтобы они понимали что свою как бы родную да что и что вот здесь ты рядом с этим производить ощущение для тебя как бы сделано специально конечно да какие могут быть у нас каких планах скажем так у нас программы это будет направленность точно и у происшествия в городе да то что у нас здесь вообще происходит это какие-то нововведения ремонт и и так далее то есть жизнь города освещение жизни города и жкх и конечно здравоохранение образование жкх все основные направления которые есть в городе причем дышит и дамы должны обязаны освещать это и сейчас происходит но хочется сделать какое-то углублением какую-то определенную тему да и рассказать как это все происходит все этапы решения до там какого-то вопроса допустим чтобы если бы зритель включает например телевидение он понимает что здесь он узнает все и про аптеки и про больницу и про какие-то там административные вопросы и про жкх конечно 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 обязательно мы планируем сделать молодежную редакцию чтобы ребята сами вели какие-то свои молодежные новости идем к тому что это все таки должно произойти надеюсь что в этом году к концу года я не обещаю это будет прямо сейчас что это будет новый проект там молодежное ток-шоу да где ребята будут обсуждать какую-то проблему своего возраста с экспертами соответственно с каким-то выводом такой разговоры и разгону наш скину взрослых ответов да 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 конечно но в любом случае нужно помогать молодежи смотреть сюда это тоже будет касаться как бы ну понятно что темы молодежи они глобальны и всегда конечно конечно меня все равно отталкиваемся тоже того как мы здесь живем куда мы ходим что мы смотрим но мы в принципе учитывая что мы маленькая муниципальная до телевидения мы принципе должны отталкиваться от города но на этом мы не должны зацикливаться конечно выходит до выходим за рамки уходим от местечковости до какой-то и уходим за рамки это и область это и россия сама я считаю что здесь чем мы больше интереснее будем освещать какую-то определенную тему вне рамок люперец да тем как бы к нам придет другой совершенно зритель ну конечно да так что еще интересно будет расширенное обновление наших социальных сетей это соцсети будут не только вещать о том что у нас происходит на телевидении но что и в городе такой будет полугородской формат где начиная от того что утро мы будем читать в соцсетях сколько градусов на улице да где какие есть пробки до того что где произошло опять же в том числе это не только касается города самого но и области это очень важно знать ты живешь московской области и как бы хотелось бы понимать да тем более сейчас такая транспортная ситуация пришел сел на значит диаметры и уже ты в другом месте московской области вернулся потом вечера в люберцы тем более мы на таком очень близком стыке с москвой да и мы хотим мы этого или нет но мы такие полулюберцы полу москвичи да 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 условно так а вот поэтому скажем так под итог грядут большие времена больших перемен новые проекты новые соцсети новый логотип новая одежда опять же повторюсь для телеканала я очень надеюсь что мы это потянем это осилим потому что коллектив небольшой но все очень заинтересованы в развитии вот давайте прямо сейчас коллективе тоже поговорим но все-таки вот как говорится все же директор происходит новый директор хотя телевидение имеет да уже свою историю тем не менее такие планы не просто скажем так что-то убрать и что-то полностью переделать а улучшить развить и сделать это действительно собственным люберецким таким телевизионным каналом во всем смысле этого слова где как вы сказали от погоды до жкх можно все узнать но интересно узнать как ну вот ведь вас довольно большой опыт работы на телевидении и вот сейчас это как директору помогает скорее или мешает и как вообще вы пришли и вообще-то в эту профессию телевизионную а еще и согласились теперь еще быть и директором вы же сам человек из кадра мы же с вами коллеги да кстати человек из кадра обычно я задаю вопрос поэтому да у нас такой и я тоже вроде как генеральный директор как я могу просто задавать да я когда еще ехала на программу сегодня думаю главное не перетянуть на себе одеяло и не начать задавать вопросы мне собственно в студии что собственно я и делаю всегда дам телевидение ворвалась в мою жизнь почти 18 лет назад у меня как-то она перекликается на протяжении всего времени я либо сотрудник госструктур каких-то администрации либо правительства московской области опять же и там же направление было все связано со сми весом массовой информации либо это работа на телеканале как-то так все это сложилось могу сказать что все в совокупе по итогу конечно же помогает потому что каждая работа в определенной сфере деятельности она приносит равно какой-то опыт работы я начинала с регионального телеканала там были одни задачи потом меня позвали на федеральный канал это я работала на трех федеральных каналах в качестве автора программа ленинного продюсера я больше такой была закадровым человеком который организовывается что двигает да 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 придумывала и реализовывала да это тоже определенный опыт опыт перенести свои мысли то что ты хочешь идеи идеи до перенести в кадры дать это другим людям чтобы они реализовали и чтобы итог был такой какой ты хочешь сам затем как раз таки я пыталась уйти из телевидения и решила что все 20 до 124 на 7 не могу больше не могу этой ответственности все как-то я вот решила все таки что пусть это будет там госструктура но там оказалось не легче могу сказать потому что и там 48 на 14 это тоже ответственность большая и огромная и последнее место работы именно в госструктуре это правительством московской области могу сказать что тот опыт который я там получила особенно в управлении людьми у меня было почему я вела проект очень крупный по московской области вообще был пилотный проект в россии именно московская область его запускала и потом дальше другие регионы его забирали к себе 400 человек подчинениями и то есть здесь уже творчество было где-то на заднем плане технологию сам себя воспитывал как как в одном фильме говорят 3 научишься организовывать 300 уже там не проблема не по моему что-то типа этого вот здесь та же самая история и как-то по итогу телевидение и управление они слились какой-то симбиоз что там предыдущее место работы тоже директор муниципального телевидения и здесь я тоже директор хотя я думал что уже не пойду нет все таки судьба меня обратно возвращает потому что ну тем более уже опыт есть даже немножко все равно должно быть проще другое дело что интерес состоит что новые задачи новые цели да и ведь что для нас людей творческих которые иногда вдруг попадают на административную работу это попытаться совместить эти два сложных направления в этом есть до проблема потому что когда ты становишься директором это же что это бумажки это юридическое сопровождение это вот все что вот здесь на листочке да а творчество нет ты не думаешь об этом поэтому приходится немножечко себя как-то включать выключить да 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 вот сегодня я директор а завтра я ведущая программа да и на самом деле я запускала с свой личный продукцию свою программу для того чтобы немножечко разрядить себя потому что все таки я творческий человек бумажки то конечно хорошо я люблю порядок во всем я в том числе и в бумагах но иногда хочется какого-то разговора по душам очень люблю и я думаю даже разговор по душам тоже происходит и так получилось что же первую часть нашего разговора мы с вами прошли у нас сейчас будет уже небольшой перерыв а во втором я напомню что мы продолжим разговор а как быть может сказать перезагрузки до люберецкого телевидения что это такое что нас ждет если вы наши зрители которые много-много лет являются но не просто такими ну включил выключил а знаете есть такие поклонники которые пишут которые что-то где-то нас ругают где-то хвалят как и должно быть критика и работа вы увидите что сейчас будет много новых изменений и об этом мы еще раз расскажем вам во второй части нашей программы гости который сегодня является человек которая тоже сама привыкла брать интервью а сегодня вынуждена отвечать на вопросы мои это виктория лучко новый директор люберецкого телевидения напомню что программа открытый диалог с вами николай пименко сегодня у меня в гостях самый главный человек директор люберецкого телевидения виктория лучко это новый директор а как говорится новый директор приходит иногда его и не видно и не слышно все как было так и есть хорошо ли это плохо другой вопрос а другое дело когда директор предлагает новую программу предлагает перезагрузку мне кажется что это хорошо прежде всего для телезрителей как ну ради которых мы собственно говоря работаем наверное это хорошо и для коллектива о нем и тоже поговорим но давайте еще раз напомним что вот в ближайших планах значит ребрендинг так да новые проекты направленность разная постепенно постепенно да конечно мы я вообще приверженец того что не надо рушить ничего нужно менять то что уже есть да где-то что-то там почистить подделать и и так далее может быть какие-то программы и уберутся но на данный момент ничего не планируется ваше волшебное слово мне кажется его знает все от мало до велика контент да конечно и вот он странно когда контент один и тот же да и какое-то долгое количество времени не меняется естественно что он должен что-то в него попадает что-то кладется на полку что-то может быть навсегда исчезает но ведь есть еще и фильмы есть какие-то музыкальные направления есть еще какие-то ну скажем так программы которые хочется еще и ну как три функции информационная развлекательная и образовательные образа вот они все три будут работать они все будут и работать но опять же говорю что не будет запущено все сразу потому что сейчас до такой момент прощупывание аудитории коллектива всего того что уже есть да на базе то есть с чем можно работать конечно в планах еще раз повторюсь это обязательно освещение того что происходит в городе более глубже уходить какую-то тематику да ну как уж какие у нас основные образование здравоохранения жкх ну что и принимательства кстати по поводу предпринимательства у нас есть очень хороший проект куда разработана концепция куда приходят предприниматели и рассказывают о своей деятельности показывая почему они лучше доказывая даже где-то и зажигаю других конечно конечно да это очень важный момент и я думаю что в этом году мы его запустим обязательно молодежная редакция еще раз повторюсь чуть попозже мы социальные сети будут работать уже просто как вспомогательная как такой единый ресурс единая медиаплощадка вот моя мечта вот только чему это а мы сейчас поговорили о планах да 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 но я еще есть мечта лоба глобальная мечта считайте что я наполеон и мои наполеоновские планы очень хочется здесь на базе телевидение сделать крупные московской области медиа-центр чтобы туда входило и телевидение чтобы мы когда-нибудь я мечтаю об этом из там запустили свою радио чтобы мы сделали стали издавать свою газету а возможно даже и глянцевый журнал чтобы все варианты которые сюда в зиме и да и медиа есть в один такой большой чтобы это было единое медиаполе до где любой человек горожанин до от открыв в любое собственное или послушав любой из наших площадок до понимал где он что он и что и что о люберцах он узнает здесь именно здесь да конечно ну и тут важно перезагрузка слова звучало сегодня уже не раз тем не менее есть еще такое слово как команда потому что а как говорится один в поле вроде боевой но не всегда все-таки без команды сложны и ну уже исходя даже из планов понадобится еще новая команда а это должны быть не просто что называется желающие должны быть профессионалы или по крайней мере те но если мы рима молодежной редакции ребята которые ну хотят горят этим все равно их нужно будет обучать вот что за командой на кого вы будете опираться та команда которая уже сейчас есть дата база уже с ними по общавшись какое-то время во-первых четко пришло понимание что это профессионалы та команда которая еще раз повторюсь есть сейчас ребята с которыми можно идти вот дальше и работать да они готовы совершены специалисты просто нужно наверное зажечь в них какую-то искру в их глазах чтобы у них появился интересы что-то делает творите не знаю не спать ночами утрирую коллеги то тоже своеобразная должна да такая творческая перезагружка конечно конечно должна быть мотивация и я сейчас не говорю о финансовой мотивации должна быть мотивация достижения чего-то да вот опять же если там на пару шагов нашего разговора вернемся до о мечте мечта получить наконец-то тэфи тэфи регион так за какой-либо из проектов я уже участвовала в тэфи регионе в прошлом году мы были участниками но не взяли статаретку но мы к этому стремимся она уже участвует уже да да и оценили наш проект да поэтому а как можно получить тэфи без команды до без команды ты это не сделаешь точно и та команда которая сейчас есть я это четко понимаю осознаю с ней можно идти к этому до учитывая что мы запланировали кучу новых проектов коллектив пока еще у нас маленький в мечтах конечно же да тут тоже такой намек что если кто-то связан с телевидением должен ждать вакансии все мы сейчас в режиме ожидания маленькими черепашьими шажками мы идем к цели это правда но я думаю что мы всего достигнуто есть я думаю что уже к новому году у нас будет уже будет о чем рассказали что я думаю что к новому году и показать и рассказать и и даже возможно но очень надеюсь что-то в руках подержать какие-то достижения но и вот тут понятно возвращаемся к самому главному нашему критику телезрителю до который все это будет оценивать и в какой-то степени тоже как сейчас говорят лучи нам слайд надежды и поддержки всего чего угодно но вот по вашему мнению как профессионала что сегодня ожидает от нового перезагруженного телевизионного канала зрителя мы провели опрос провели опрос в социальных сетях и 3 проект там много проектов было но те те темы я быть даже не проекты та тематика которая больше всего волнует нашего зрителя вот такую тройку мы выделили это первая новости города это очень важно для людей казалось причем во всех социальных сетях это прям в топе вот не хватает новости хотя вот то о чем я говорила хотят погружение в проблему не просто рассказать то что там кто-то произошло и там молодежи все исправили да а хочется рассказать более глубоко о той или иной проблеме о ее решении потому что просто проблеме рассказать ну или о путях решения да да следующий раз пойти уже по конкретному направлении да второе у нас это ну и мне кажется это это было всегда и везде это интервью с какими-то интересными личностями ну но это в принципе наверное больше для отдыха если жанр востребован популярен поэтому да и хочется наверное каких-то и своих так сказать звезд ну конечно другого и формата мало до великого и городского округа и более вы опять же выйти за рамки там московской области и да и ты из москвы кого-то позвонишь потому что в люберцах там много кто поет или приезжают выступать с гастролями не только певцы почему бы не рассказать чё вы как вы тут приходите к нам да и третье это то о чем просят зрители это исторические хроники то есть рассказать о местах то есть есть запрос на знания своего округа и вообще вот ну такое слово территории которая когда-то с чего-то начинала на воля вот конечно тоже во многих интервью ведь у нас практически здесь московские поэты и писатели ученые да очень интересная история у кого дачка кто в гостях был кто что-то вдруг написал и так далее поэтому это конечно очень был бы интересный проект и есть в нем наверняка заинтересованность потому что вот мы много общались с разными людьми есть ощущение что люберчане впервые за многие годы вдруг решили обратиться к своей собственной истории но узнать а что даже некоторые не знают почему люберцы название мы уже много раз об этом рассказывали поэтому я думаю что это будет пользоваться интересом и кстати тоже московская область конечно и москва тоже рядом все это не запрещает немножко выйти за рамки да и рассказать кто тут шел когда-то и почему здесь вообще люберцы организовались и и города ближе в лес вы ожидали вот примерно таких таких пожеланий зрителя новости да вот остальное для меня стало немножечко в такую таким удивлением да потому что обычно что просят зрители там о здоровье про еду программы афиши что в городе то есть принципе а вот эта тройка говорит о том что остальные темы которые есть они освещены возможно не телевидение возможно администрации его округа учреждениями потому что у всех сейчас свои площадки ну да которые полноценно рассказывают о том что происходит в городе поэтому здесь у кроме на кроме нас еще есть кому скажем так рассказывать о себе вот поэтому вот эта тройка тем ну скажем так она и нам интересно конечно потому что мы в любом случае будем говорить о городе о происшествиях да там что у нас происходит на территории в любом случае мы будем приглашать как уже собственно вы это делаете на интервью людей и история ну да это очень интересно и вот тут возвращаясь к теме регион да как мы видим что на самом высоком уровне есть такое отношение к региональным средствам массовой информации это важно потому что люди здесь живут люди понимают те проблемы которые здесь случаются и те которые в любом регионе случаются ну начиная с жкх но заканчивая каким-то вот своим собственным поиском чего-то свои какие-то театральные площадки или проекты у нас огромное количество приходилось здесь спортсменов у нас только чемпионов самого разного уровня что если их всех собрать вместе наверное вот весь наш спортивный дворец можно ими заполнить не зря говорят люберцы территория спорта и вот как вы считаете вот в этом предполагаемом нами цели на пути уже установлено конечно регион ведь есть и зрительское участие то есть как вы видите будет зрители реагировать на какие-то новые проекты будет ли какая-то обратная связь нравится не нравится проголосуйте там задавайте вопросы и так далее это будет работать ну в любом случае без зрителей мы никуда и в принципе я всегда говорю нашим зрителям о том что мы работаем для вас и ради вас если не будет зрителя не будет телевидение поэтому здесь то есть мы услышим как мне это главные критики потому что можно делать самый дорогой самый крутой проект но если бы никто не будет смотреть то это ненужный проект конечно обратная связь будет это и сайт этой социальные сети никто не запрещает звонить и писать письма даже поэтому и критиковать и хвалить и хвалить конечно да да сейчас мы начнем запускать проекты и предполагаю что после запуска какого-то определенного проекта мы в любом случае будем общаться с аудиторией нравится не нравится чего вы хотите в какую сторону смотреть потому что мы ориентируемся на нашего зрителя обязательно в чем вы видите секрет успеха как нам его достичь что самое главное вот мы недавно с вами говорили пару минут назад о спорте вот я тренер у меня команда спортсменов это комедийный тренер да у меня команда спортсменов один конькобежец другой боксер третий лыжник там четвертый еще чем-то и мы участвуем крупных соревнованиях да моя задача каждому из моих спортсменов дать тот тот инструмент с помощью которого там в итоге группой победим достигнем цели непобедимых нам некого побеждать кроме самих себя достигнем цели да поэтому секрет наверное успеха вот этой 3 тренерская точнее даже тренерские задачи это сплотить команду дать каждому нужный инструмент нужный ресурс до для достижения определенные точки на своем пути чтобы в итоге в итоге мы пришли вместе там мы стали на какую-то на какой-то свой пьедестал секрет успеха на такой мой маленький женский скажем так это полное четкое взаимодействие с коллективом если мы с коллективом смотрим в одну сторону и у нас одни цели одни задачи точнее задачи ставлю я цели у нас всех до то тогда у нас все получится если кто-то смотрит немножечко в другую сторону варианта два либо все-таки показать куда надо зиму лет либо как бы это не мой человек здесь как бы увы но ну как любого вот предприятие пока мне везет ну вот все мои все мои мы все вместе смотрим в одну сторону и ребятам интересно и я вижу как загорается глаз вот я думаю что через какое-то время когда уже все запустится наверняка будут отзывы и какие-то комментарии от наших телезрителей вот тогда мы проведем первую отчетную встречу в эфире это всегда приятно когда телевидение не просто ну что называется где там что-то придумали и запустили а когда приходит и просто в открытую говорит со своими телезрителями вот и тогда у нас все получится обязательно вот у нас сами точно все получится потому что вы в моей команде и хочется пожелать всем в новом вот тот то с чего начинал год високосный на один день у нас больше рабочих дней пожелать вам не только удачи во всех ваших желаниях начинаниях умениях но и убедитесь в том что мы будем рядом с вами мы будем максимально вам в этом помогать потому что телевидение в общем для этого и создана чтобы помогать нам жить как это не интересно интересно жить интересно жить ну что ж мы продолжаем работать это была программа открытый диалог викторию лычко запоминайте вдруг увидите где в городе подходите задавайте вопросы когда как они дали ну а программа открытый диалог на сегодня завершена а люберецкое телевидение набирает а и и и и